Офигенно! Итак, первый товар, о котором я хочу рассказать, это велосипеды на литых дисках. Я велосипеды продавал очень долго, на протяжении двух-трех лет, и знаю, что на велосипедах по дровщупингу можно очень хорошо зарабатывать. Маржинальность, средняя маржинальность данного товара, когда я продавал, была от трех до пяти тысяч, потому что я продавал через сайт, и тогда на сайтах не было конкуренции, все продавали на авито. На данный момент, в этом году я их сейчас не продаю, но знаю ребят, которые сейчас занимаются ими, и они говорят, что средняя маржинальность в районе двух-трех тысяч. Итак, вторая ниша, о которой я бы хотел с вами поделиться, это электросамокаты. Я сейчас активно их продаю, сейчас на дворе май, конец мая, и на данный момент у меня идут постоянные продажи. Я сейчас вставлю моменты, как я вчера, допустим, продал четыре электросамоката. Еду на очередные доставки, вот тут два электросамоката, в багажнике один. Сегодня еще приезжал клиент, забирал со склада. Я сейчас постараюсь не забыть заснять факт продаж. Осталось ехать до клиента примерно 20 минут. Отдам один самокат и поеду отдавать вот эти два в одни руки. Я только что продал один электросамокат. Еду на доставку отдавать вот эти два. Так, это деньги за четыре продажи. Точнее, за три. Итак, на самокатах я сейчас зарабатываю от трех до пяти тысяч, в зависимости от модели. Чем дороже самокат, тем больше, соответственно, маржинальность. Вы можете также запустить, начать зарабатывать либо у себя в городе, если вы найдете поставщиков, либо по Москве. По Москве сейчас огромный спрос, потому что, как вы знаете, это сезонный товар. И летом все катаются на велосипедах, на самокатах, и, соответственно, спрос на них большой. Итак, третий товар, о котором я бы хотел с вами поделиться, это кроссовки. На кроссовках все всегда зарабатывают, запускают они весной и продают до самого конца лета. На кроссовке, как вы уже знаете, есть всегда спрос, потому что все после зимы покупают себе летнюю обувь. Если у вас есть возможность съездить у себя в городе на оптовые рынки, либо заказать их в Москве, либо из Китая, вы можете начать их продавать, потому что спрос, как я уже сказал, есть всегда. Главное найти, что продавать. Допустим, если вы живете в регионах, вы можете съездить на оптовый рынок, попросить уделить пять минут продавцу, чтобы вы могли полностью сфотографировать несколько моделей, выложить их на доски объявлений и начать уже продавать их у себя в городе. А если же вы находитесь в Москве, в Москве очень много рынков, где продаются всякие модели кроссовок, это Тяг Москва, Садовод. Вы можете смело туда поехать, договориться с любым поставщиком и начать работать. Итак, четвертая ниша – это наушники AirPods. Как вы знаете, наушники можно продавать круглый год. На самом деле, есть достаточно много людей, которых я знаю, которые занимаются наушниками AirPods и продают достаточно успешно. Да, вы можете сказать, что их продает очень много людей, они давно уже плохо продаются, но, тем не менее, китайцы выпускают все более и более качественные модели, которые даже я не могу отличить от оригинала. Тем самым, постоянно обновляется модельный ряд и качество этих наушников. Поэтому, если вы хотите начать продавать, вы можете рассмотреть эти наушники, проанализировать рынок, посмотреть, насколько продаются, каким образом люди продают, прозвонить несколько конкурентов, узнать, насколько реально продают эти наушники, найти поставщика и посмотреть, какая там маржинальность. На них спрос всегда есть, потому что люди теряют наушники, люди хотят, там, с проводных перейти на беспроводные. Спрос всегда растет, вы можете убедиться в этом на Wordstat. Кстати, Wordstat – это отличный сервис, где можно посмотреть спрос на любой товар. Я оставлю ссылку в описании, возможно, сделаю скринкаст какого-нибудь товара и покажу, как нужно анализировать спрос на любую нишу. Итак, пятая ниша, о которой я бы хотел вам рассказать – это айфоны. Вы, если вы смотрели выпуски, первые выпуски на моем канале, вы знаете, что мы с другом открывали павильон на Савеловском и занимались продажей айфонов, ремонтом, продажей чехлов, аксессуаров и так далее. Но в связи с тем, что была высокая аренда и мы не могли влиять на трафик, мы решили продать этот павильон, и я перешел уже на онлайн-бизнес. Давайте я вам вкратце расскажу, какие бывают айфоны. Айфон бывает трех видов – это восстановленные, это замененные, это новые. Вот у моего поставщика, который я вам предоставлю, есть все эти модели, на всех этих моделях можно зарабатывать. Еще раз запомните, и бывают восстановленные, вы можете загуглить, посмотреть на YouTube, какие телефоны называются восстановленными. Бывают замененные, вы также можете подробнее узнать, загуглив просто, либо посмотреть несколько роликов на эту тему. И бывают абсолютно новые, с официальной гарантией от производителя – это новые телефоны. На них можно стабильно зарабатывать, потому что каждый год Apple выпускает все новые модели у людей, и у людей есть потребность возобновлять свои телефоны, и они продают старые свои телефоны и покупают новые. И, соответственно, вы можете на этом заработать. Если вы находитесь в регионах, у вас есть возможность заказать и в Москве, продавать у себя в городе. В регионах, на самом деле, маржинальность может быть намного больше, чем в Москве, потому что в Москве тех людей, которые занимаются айфонами, достаточно много, но, тем не менее, даже если вы находитесь в Москве, можно на этом зарабатывать. А если вы находитесь в регионе, вы можете посмотреть цены моего поставщика, проанализировать цены у себя в городе, допустим, на Авито, на сайтах, посмотреть маржинальность. Если вас все устроит, вы можете начать уже заниматься айфонами. Итак, что нужно сделать для того, чтобы получить контакты поставщика? Первым делом вы должны подписаться на канал, оставить комментарий о том, что вы хотите получить контакты, сделать скриншот и отправить мне в директ в Инстаграме, после чего я вам скину контакты поставщиков, и вы можете начать с ними уже работать прямо сейчас. Всем спасибо за просмотр. Пока.